Всем привет, друзья! Вы смотрите live-влог на канале Na'Vi Brawl Stars. А все потому, что мы приехали на трехдневный турнир Last Chance Qualifier, который проходит в Катовице, в Польше, в котором 16 команд будут бороться за свой шанс, поучаствуясь в чемпионате мира и Na'Vi среди них. Ярик, расскажи, как вы вчера добрались, как к тебе отель вообще, и как вы сыграли первый турик в лобби отеля? Ну, добрались, получается, там... Первый полет был, получается, со Штутгарта в Варшаву. Штутгарт, где у вас проходил буткэп, правильно? Да, да. И у меня под конец перелета очень сильно разболелась голова, у меня начало вот тут колоть очень сильно. Я думал, что потеряю сознание. Но второй перелет через минуту, типа, легкий, ничего такого не было, поэтому норма по перелетам. В целом то, что вот я сейчас вижу, мы находимся в центре города, тут прямо рядом торговый центр. Очень красивое место, и как турист тут побывать интересно, и вот как сейчас игрок. Прям мне очень пока все нравится. Вы успели вчера там чуть-чуть пройтись по городу, посмотреть, что здесь есть? У нас тут радиус 500 метров, мы тут прошлись. Ну, да-да, тут весь город маленький вообще. Да, и мне нравится пока все. Мы еще в студии не были, там говорят, что очень красивая и большая студия. Ага, вы сейчас как раз едете. Да-да, и там, типа, вот прям интернет 200 мегабит, все офигенно. Вчера, ну, и пока тут находимся, мы играем в лаунжи, и... Ну, тут, получается, все команды в основном играют, потому что интернет без лагов. 20 мбпс, странно, что не лагает, если честно. Пинк двадцатка, от двадцатки до пятидесяти скачет иногда. Ну, в принципе, играбельно, то есть если сравнивать с другими отелями, офигенные условия. А чего не играете в номерах, почему в лобби, где куча людей, такой немножко хаос происходит? Мы в шестом играли, а там интернет очень плохой. На втором час играл, интернет хороший, но вчера мы тут специально играли, потому что, во-первых, мы хотели со всеми встретиться, во-вторых, условия довольно реальные, то есть везде все шумят и так далее, то есть нет идеальных условий, то есть мы не стремимся. По факту на сцене, когда вы будете играть уже? Там как бы не сцена, но все равно думаю, шум будет, поэтому... Ваш первый LAN спустя год получается. Кого ты был рад увидеть вживую наконец-то? Вживую? INR команда. Циклон. Очень много ребят было хороших, которые увидел. Ну, я типа вот реально только на позитиве, со всеми знакомлюсь. Все позитивные, все там узнают, подходят, какие-то комплименты делают. Мне также спрашивали в телеграм-канале, писали, ты же приболел, как ты сейчас себя чувствуешь? И вообще, что это было? То есть у тебя прям была высокая температура, по-моему, да? Да, я просто удивился из-за того, что одежды не было, потом все это пошло на других ребят. Ну, в принципе, как я и говорю, место офигенное. Вот сейчас мы едем в студию, вот автобус подъехал, нужно уже идти. А, да, нужно идти. Ладно, еще быстренько пару вопросов. Как прошел Ваш буткэмп в Штутгарде? Насколько это позитивно повлияло на Вашу игру совместно? Ну, в принципе, хорошо прошел. То есть у нас, по-моему, средний винтрет там 60-70%. Думаю, что могло быть и лучше. И думаю, что болезнь тоже немножко подпортила его. Потому что где-то мы плохо играли, где-то отменяли и так далее. То есть плохое ощущение было. Сейчас выздоровел, типа, в принципе, чувствуешь себя хорошо. И надо просто нос забить. А так ничего, кроме этого. Все, погнали тогда на сцену поехать в арену. Да. Дубль два. Придумал позу себе? А тут надо будет? Ну да. Нет. Уроки ботирования от Куба. Я смотрю на друзей, чтобы понять, кто это такой. Какой игре это видали? Это как будто НЕО. Да? Ну, как будто отменяли. Это Кубский. А, это НЕО. Да, 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 да. У нас есть один человек. Что же мы его снимем и ставим. А для тебя? А для тебя. А для тебя. Три, два, один, иди. Оп! Только еще один. Читик. Петер, скажи, как проходила ваша подготовка к Last Chance Qualifier? Как прошел Bootcamp в Штутгарде вообще, как вы сейчас, насколько вы готовы? Да, хорошо готовы, подготовка отличная была, только чуть пацанов какой-то вирус подбил, заболели, это жизненные моменты не игровые, а в игре все четко шло, вот как приехали на Bootcamp и с этого момента. Когда нету пинга, когда все вместе рядом. Да, с каждым скримом лучше шло. Расскажи, как тебе вообще организация этого турнира? Грубо говоря, завтра мы уже играем, но мы еще не были в тех местах, где будем играть, в Париже побольше на это время было, тут все спонтаннее, быстрее, но вроде слаженнее, потому что типы на серьезном уровне для них такой небольшой турнир сделать, как будто даже что-то мелочево, мелочевочка. Да, да. Просто вы будете играть без зрителей, это тоже влияет, верно? Да, я думаю, для нас в этом плане хорошо, потому что нам всегда первый раунд тяжело дается, волнение и так далее, вот если мы первый раунд хорошо начинаем, потом может разогнать так, что уже не остановит нас. Так же и было вместе в финале в апреле, и конечно, когда есть зрители, шум, гам и все дела, и тем более на европейской территории это всегда преимущественно их фан-база. Да, согласна. И поэтому эти сложности отпадают, так что остается в других сложностях себя реализовать в нашей команде и все. Расскажи, как Сэлеви будет экспериментировать с пиками, или вы будете что-то брать такое верняковое? Будем что-то надежное брать, но может быть какие-то вещи будут для кого-то сюрпризом, либо для наших соперников, либо для наших зрителей, фанатов. Но будем брать то, что уверены, ну то, что уверены… То, что же было протестировано временем и так далее. Хорошо, и расскажи еще про ваших соперников в группе. Недооценить вообще никого нельзя, но основное, конечно, это риджек, самые основные, очень опасные типы, плюс один из них хочет реванш за 2021 год, но, как я и говорил, у них в команде один – это с кем мы играли во втором раунде, один – с кем мы в финале играли, а одного из соперников в 2021 году мы победили, в другом проиграли. Если он хочет отомстить за реванш, то мы тоже можем сказать, что мы хотим отомстить его тиммейту за реванш, а вот Ачапи там играет чемпион мира прошлого года. Суперскромный, хороший чел, но очень опасная команда, очень опасные игроки и технически очень сильно играют. Но думаю, что мы их и перепикаем, и задаем. Так, ребят, давайте покажу вам, как же выглядит venue. Здесь у нас сразу при входе такая большая лаунж-зона, где можно поесть печенье, выпить кофе, чай и, соответственно, посмотреть на игру всех команд. Тут аж три телевизора, три монитора, где вы можете за всем этим наблюдать, пуфики и все остальное здесь сделано в стилистике Brawl Stars. Не знаю, может быть, я очень давно не была на лан-турнирах, но здесь очень красиво. Здесь построили такие практисы для 16 команд. Вы можете посмотреть вот тут на табличечке, каждая команда имеет свою небольшую комнатку, но в ней есть абсолютно все, что нужно игрокам. Пойдемте посмотрим. Здесь у нас располагаются игроки, у которых сегодня целый день будут праки, поэтому мы их отвлекать не будем, но посмотрим, что же есть в этой комнате. Менеджер Влад. Удобный диван. Тут ты сидишь, смотришь на сцену. Сцена будет без зрителей, зрители чисто вот как мы вот так смотрят в практисах. Уже на ней стоит кубок, который кто-то из здешних команд может выиграть на мировом финале. Тут какие-то снэки небольшие. Письмо от Brawl Stars и Sports Team. Это очень мило, кстати. Три комфортных места, чтобы играть в праки. А, ну и, конечно, им выдали уже планшеты, на которых они будут играть, то есть свои планшеты запрещены. И это планшеты компании. А, это очень хорошо. Ага, наш аналит. Привет. Ага. 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 Да. В общем, как бы мы были сейчас в面ах. Ага. Ага. Как ты так нравишься в любых операх, в нём? Я Nothing." Я думаю, это было очень красивое. Да, да. Ага. Мерее, да. В общем, на него немного маленький. В режиме на это, наверное, «Навифлаг»! Сразу ли выйдут? Скажи мне, пожалуйста, что я должен сделать битул, у которого станция 960 бьет стычки под станцией и тик, который поджимает. Как я должен их убить? Я минус. Это активно. Он улетел обратно. Итак, ангел-боли пил кофеек. Всех собрали, и мы уже идем на сцену проводить репетицию того, как они будут выходить, как они будут играть, как будут ставиться планшеты на определенные подставочки. В общем, все, мы сейчас это вам покажем. Здорово, мужики. Короче, с вами я, Кубик. Вот это. С нами Петя. Вот сейчас, я не знаю, куда идем, но куда-то идем. Пойдем на сцену. Занимаем свое местечко. Вот такое вот местечко. Вот там сидят наши ребята. Ну и вот тут снова я сейчас сделаю проверочку. Дальше пойдем куда-то, посмотрим, что делать. Ой-ой-ой, это максимально скрытый кадр. Куб, как тебе на сцене? Удобно там в этот раз стоять? Густота тумбы? Типа стоять одно и то же. Ярика надо спрашивать. А Ярик будет сидеть? Все будут. Класс. Можешь выбирать. Так, ребят, расскажите, как вам вообще ощущения на сцене? Все ли комфортно или есть какие-то моменты? Да, вообще в целом прикольно. Но сказали, завтра еще можно будет перепроверить. Поэтому уже, ну, как бы все примерили, но сейчас ты запомнишь, как тебе удобно. Сейчас кто-то стул опустит, поднимет. Поэтому уже завтра перед игрой сесть и... Ага, но в целом то, что вы можете сидеть, это уже, да, большой плюс? Новый уровень уже для БС. Стульчики, правда, чуть странные, как барная стойка такая. Причем, ну, барная стойка не такая, что тебя облекает с этих сторон, а просто как бревнушка мягкая, и ты садишься. Оперся чуть-чуть. Да, и как бы надо еще найти, как бы, чтобы удобно, локти. Столик маленький, чуть-чуть неудобно. Расскажите, что нет каких-то лагов с интернетом, со связью с тренером? Не-не, ну, по войсу, типа, все нормально, юнет хорош, ожиданность, не могло же быть лагов. Говорят, что может иногда войс пропадать, но в Париж такое реально было. Бывали моменты, что кого-то не слышат, чуть-чуть влючит в TeamSpeak. Ну, как в целом, есть какие-то нервные ощущения перед завтрашним днем, или пока все ровно? Без разницы. Без лукубик, и тебе так всегда, я знаю. Петя, ты как считаешь? Нет, без зрителей, наверное, нет дополнительного давления. Будто бы играешь обычный скрим, да? Ну, по-любому давлению будет, потому что матч самый важный. Ну, матч самый важный и дома, может быть. А тут чуть-чуть добавляется свет, шум, кастеры, там еще что-то, но хотя бы там 500 человек не сидит, не орет, это вот, конечно, ну, полегче. Сейчас вы можете обратить внимание на то, что кушает куб, и что кушает ангел-бой. Это фейк. Я человек, просто на себя поднимается куб. Тут возникает вопрос, как тебе хлеб пахнул? Самый неудачный ваш матч за последнее время, и почему? Не, ну, я думаю, много неудачных матчей. Я думаю, самый обидный, это против фут, который мы могли выиграть, и мы бы так и могли быть супер близки к топ-3, и поехали бы на Лан в Кёль, и если бы там себя показали, то сейчас бы здесь не сидели, уже бы с золотыми билетиками отдыхали бы. Вот это, наверное, самое обидное. Самый неожиданный и при этом удачный пик, который ты видел за последнее время? Наш? Нет, в целом. Ну, из последних, что помню, прикольно было сыграть в баунти, там, тремя танками. Раз в чате писали, что за три дня, но мы потом выиграли, и все переобулись. Классно, классно. Три команды, которые, по твоему мнению, пройдут на ЧМ помимо Na'Vi? Не знаю, очень сложный вопрос. Я такие прогнозы не особо фанат даю, потому что когда суперсильные две команды, средства, там все что угодно может быть, и предпочтение какое-то имена дать, можно только из каких-то личных симпатий, или просто хорошо дружь, или просто тебе нравится команда какая-нибудь графит, но это не гарант, что они пройдут. Поэтому я думаю, кто в этот день будет лучше готов, кто и пройдет. Ну, не буду давать название команды. Перс, которого не будут пикать на этом турнире? Любой перс, у которого не призарят, потому что они забайны. Окей. Самая недооцененная команда на LCU? Серьезный, реальный вопрос. Я думаю, много из хороших команд, от которых не знаю, что ожидать. Да. Прямо на дом бы не выглядело. Темные лошадки. Типа даже у нас есть две команды, которые не особо знают, но даже с ними нужно быть на выход в Астро. Самое вкусное, что ты ел за последнее время? Хлеб. А то, что дома готовят, то реально там всегда будет что-то. Ладно, и последний совет, который ты можешь дать нашим зрителям, чтобы улучшиться в командной игре? Быть хорошим командным игроком. Слышать других? Наверное, под этой фразой слишком обобщенно, но есть многие, кто фокусируется чисто на себя. А есть те, кто, допустим, старается не только дать себя, но и для команды. Вот это хороший путь стать хорошим командным игроком. Вот так и прошел наш единственный день подготовки к турниру. Завтра начинается сам турнир, который мы вам будем показывать уже в следующем влоге. Так что ставьте лайки и пишите в комментариях, что еще вам было бы интересно услышать и узнать от наших игроков. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok